Здравствуйте, меня зовут Игорь, я вот один из кандидатов Здравствуйте, Игорь, пожалуйста, представьтесь имя, фамилия, отчество, год рождения, семейное положение Яршов Игорь Александрович Ховост Наконец-то, а то все женаты и женаты Ну вот да, время пошло там, да? Да, время совсем мало, я очень тороплюсь, мне просто надо понять сейчас, дать указания Артур Георгиевичу, куда, что Ну, много чрезвычайных оттенков, я думаю, это Шампань Э, блюд Ну и по цвету такой, да, похоже, что 98-го года, она милизимная, да, выдержанная уже, самая темная еще не видится Ну, в общем, этот я вот так вот поставил сюда Ну, это самая легкая, яблочная Кажется, третья самая светлая Поэтому я на Просек поставил бы Первый образец Первый, да, второй Ну, я бы На Ристлинг Сект поставил Ну, может быть, какие-то действительно есть Романтические особенности Ристлинга Ну, сложный образец Ну, и остался Третий за Феррари Очень плотненькое вино И в цвете тоже похоже, что оно уже выдерживалось Я вижу, что 2001 год написан То есть, значит, наверное Цвет должен потемнее быть Ну, вот так вот Ну, я надеюсь, что вы правы, что вы не разорите меня своим выбором Посмотрим Еще у меня к вам есть один вопрос Мне принесли коньяк на дегустацию Вот я хотела бы услышать ваши рекомендации Что это за коньяк Стоит ли его брать нам Вот И хотел бы попросить Посмотреть ваш глазомер Можно взять, да, его? Да, конечно Это бисквит, коньяк ВСОП 40 градусов 700 миллилитров упаковочка Если у нас в ресторане Портвиннов и других напитков нет То я думаю, что его можно будет рекомендовать Тогда уже к сигарам каким-то Такой более Завершающий, скажем так, трапезовый напиток И налить Да? Да Значит, в 1,50 Давайте посмотрим Я думаю, это будет 50 у нас А это, я думаю, 25 Многовато, по-моему, да? Да Для 50 многовато Ну, чуть-чуть многовато Ну, чуть-чуть На пару грамм всего На 25, я бы сказала Ну, хорошо Мне тоже многовато, видать Да, чуть-чуть больше 30 То есть, вы склонны к разорению хозяев Я правильно понимаю? Зато гости будут довольны Я думаю, что оставят нам Чай хороший И еще раз придут Ну, хорошо Поделитесь чаем тогда, хорошо? Чай, безусловно Договорились До встречи, до свидания Спасибо До свидания До свидания Я очень рад вас видеть Здравствуйте Здравствуйте Присаживайтесь Здравствуйте, присаживайтесь До эльзас Брюд Белое, сухое Игристое вино Из Франции Без указания водорожая Прекрасно Этикетка, главное, золотая Это важно, я думаю Да, безусловно, этикетка Это очень важно А что можете сказать по этикетке? Про что? Про этикетку можете сказать Вот она именно золотого цвета Иногда игристые бывают Допустим, розовые этикетки Одна из премиальных линеек Хозяйства И он, чтобы его выделить Соответственно, упаковано у нас В золото Пробочка в отличном состоянии Пожалуйста С вашего разрешения Я вам напишу сначала Напиток Устойчивый очень у нас мусс Прозрачность идеальная с блеском Подвижность средняя Пузырьки маленькие И красивой игры Значит, цвет бледно-соломенный С зеленоватыми отблесками Аромат Первый у нас очень минеральный, свежий Лайм, лимон Во втором носе У нас уже это на выдержке Бисквит Масло сливочное Масло сливочное Атака яркая Будирующая Вкус посвящен лимону Мы там, мадам, нальем, чтобы она Первый попробовала и оценила Как скажите Спасибо А позже подойдите к вам Консультайтесь вечером Здравствуйте Меня зовут Вот это здорово Меня зовут Игорь Я семья Я семья Я семья Я семья Я семья Я приветствую вас в нашем ресторане Спарквинтвайн Или стил Да Почти Я 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 Ребята, очень много можно про это вино рассказать. Во-первых, это у нас естественно Испания. Я думаю, вы сами из Испании, да? По языку, так сказать, понимаю... Да, хорошо. Примерно рекомендую, потому что кажется, что это из Испании, и, конечно, конечно, для испанцев они любят свой вино, если это из Испании. Ребята, производство Рибера и Дель Дуэра, это одна из лучших регионов в Испании. Рибера и Дель Дуэра, это одна из лучших регионов в Испании. Там, конечно, преобладает сорт Tempranile, еще иначе называется Tinta del País или Tinta Fino. Да, да, пробочка, все в порядке с ней. Три корчо, пожалуйста, что корчо хорошо, как вы видите? Да, прекрасная пробочка. Я рад. Категория Крианса, вино, то есть, что это означает? Это означает выдержку. Вино у нас выдерживалось в дубовых бочках. Восьмой год, вино четыре года. Вино уже, я думаю, что вполне будет хорошо. Вы можете спросить, это вино из Милла Дуэра? А вы знаете, вот это золотой Милле, который в Рибера и Дель Дуэра нет? Мы слышали, что есть такой участок. Да, там есть небольшой участок, где находится лучшее хозяйство, Рибера и Дель Дуэра. И, насколько я знаю, Монте Ромеро находится среди них. Он говорит, что Монте Ромеро это одна из бодегов, которая находится в Милле Дуэра. Я вам описываю вино, да? Внешний вид. Вина гранатовый цвет. Внешний вид. Монте Ромеро. Красный, элегантный. В первом ноте... Пусть это красный, черный ягоды, фрукты. На втором ноте открываются ароматы и выдержки. Кожа, благородное дерево, пряные ноты, специи различных. Так, она яркая, сбалансированная. Вкус посвящен с белым, сочным ягодам, красным и черным, сливе, черешне. Вкус посвящен черный сливе. Вкус посвящен черный. Вкус посвящен черный. Попробуйте, пожалуйста. Температура подача порядка 17 градусов, потенциал вина еще где-то 3-4 года. Я бы рекомендовал, конечно, к мясным блюдам различным. Вкус посвящен черный. Давайте поаплодируем. Спасибо, дорогие гости. Можете проходить в зал. Так, есть первый образец. Вино белое сухое. Я думаю, что это Италия. Венето. Славы. Горганега. Год урожая. Да, год урожая. Скажите, мой дом молодой. Одиннадцатого года. Одиннадцатого. Крепость не надо называть. Это вечно я отхожу, поэтому… Вино красное сухое. Страна Франция. Легион Бургундия. Наверное, Пино Нуар. Восьмого года. Это еще бледнее. Старый свет тоже. Красное сухое вино. Предположим, что это, может быть, Италия. Тоскана. Пьянти. Санжавезе. Ну, наверное, уже такой поживший. Может быть, 2005 года будет. Очень рыжий. Раз, два, три. Мое вино красное. Тоже сухое. Значит, год у нас пускай будет десятый. Все-таки старый свет. Наверное, юг. Я думаю, это юг Франции. Вон гидок пускай будет. Гренаж, кореньена, мурведер, смесь. Сера, может быть, еще. Замесы. Еще несколько тонн. Однажды лейк, друзья, ни один frameworks. Его красную. Сухое. Сортное, наверное, каберне. Свиньон. Мой год урожая, я думаю, что девятый. Ну, пускай чили будет. Ну, хорошо. Ой, что с ним? Слегка вивача, наверное. Не знаю, я бы, наверное, не рекомендовал бы его гостям. Мне кажется, он не в полной кондиции. Ну, давайте год, скажем, наверное, 2004-й, наверное, самая старшая из них. Может быть, из-за того, что он не совсем молода уже, так странно, в аромате и во вкусе. Ну, пускай будет старый свет. Италия, Тоскана, Кьянти. Ну, это мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Оно белое. Я думаю, что полусладкое. Сахара немного, грамм 40-50. На старый свет. Ну, пускай будет Бордо, Франция. Пускай будет Сатэн. Даже не Сатэн, но я думаю, что Барсак может быть. Сатэн, иногда год урожая. 2009-й. Крепкий напиток в аромате. Граппа из Италии. Регион пускай будет Фриули. Без выдержки. Ну, и без года урожая. А, сырье, да, сырье жмых виноградный. Ну, крепковато, но все равно граппа. Все? Да. Спасибо. Игорь Иршу. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...